Внимание родителей водителей! Сейчас среди детей очень новомодной стала игра беги или умри. Суть этой игры перебежать дорогу как можно ближе перед движущимся транспортом. Эта игра популярна по всей России. Такие сообщения в социальных сетях получили уже тысячи родителей по всей стране. Дошли они и до нашего региона. Пока, как сообщают различные ведомства в Вологодской области, жертв от этой игры не зарегистрировано. Но что на самом деле происходит и как реагировать, выясняла наша съемочная группа. Как сообщают некоторые источники в той же сети интернет, этому явлению уже почти два года. Все пошло от компьютерной игры, которая в итоге стала реальностью. Неизвестные предлагают подросткам, как говорится, на спор перебежать оживленную дорогу на запрещенный сигнал светофора и при этом не угодить под колеса. Кто выжил, тот и победил. Средства массовой информации различных регионов уже начали публиковать печальную статистику. В эту цепочку попали Алтайский, Хабаровский, Волгоградский, Астраханский, Красноярский, Смоленский, Крымский и другие регионы. Вот кадры из Екатеринбурга. Заигравшийся подросток в итоге получил перелом бедра. А вот другой. Но здесь все закончилось трагедией. Но, несмотря на это, официальных подтверждений, что подростки действительно заигрались, нет. Нет их и в нашем регионе. У нас данных пока таких нет. За истекший период года у нас на территории Вологодской области зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. В данных происшествиях у нас один ребенок погиб и 22 получили травмы различной степени тяжести. Из них 17 пострадавших это у нас пассажиры. Пассажиры все перевозились по правилам дорожного движения. То есть были пристегнуты ремнями безопасности в автокреслах детские удерживающие устройства. И в основном пассажиры у нас были в невиновных автомашинах. Пять детей были пешеходами. Из них два были на пешеходном переходе. Одна девочка у нас перебегала проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости. Одна находилась у нас на обочине. То есть погибший ребенок у нас перевозился в качестве пассажира. Естественно, что мы обращаемся, у нас проводим профилактическую работу, обращаемся и к участникам дорожного движения. Обращаемся в первую очередь к водителям. О том, что если вы видите где-то рядом с приезжей частью несовершеннолетних, то естественно нужно заблаговременно снизить скорость движения, потому что поведение детей на приезжей части оно в принципе непредсказуемо. То есть проще снизить скорость и быть готовыми к любой ситуации. Скорее эти сообщения просто фейк или обман. А тому есть и несколько признаков. В частности, в начале сообщения указан якобы источник департамента образования. Хотя в части регионов нашей страны таких органов попросту нет. Есть министерство и управление. Сам текст, якобы предупреждающий о проблеме, на самом деле запугивающий. По сути, это самый натуральный психологический террор. Не обращать внимания совсем, конечно, нельзя. Но и поддаваться панике не стоит, а уж тем более вовлекать в это других. И подчас выход здесь самый простой. Просто быть внимательнее к своим детям. Это советуют и специалисты. Родители говорят, что это его личное пространство, эти сети, его странички и так далее. Но все сети зарегистрированы сегодня на родителей. И поэтому они несут ответственность за воспитание своего ребенка, за его жизнь и здоровье. Поэтому смотреть, чем увлекается ребенок, безусловно, не только смотреть, но и разговаривать. Появилась сейчас и мода ходить в наушниках, когда ребенок не следит за том, что происходит на дороге, оступает на пешеходную зебру и в результате попадает под колеса. Водители, которые сегодня отвлекаются на мобильную связь и также выезжают на пешеходный переход, не обращая внимания на того, кто по нему идет. Поэтому повышенная опасность. Дорога была, есть и остается. И поэтому все меры нас, взрослых, должны быть направлены на профилактику. Проговаривать, каждый день напоминать. И пусть вам ребенок скажет, да мама, тоже надоело, но, как говорится, повторение мать учения. Потому что иначе мы потеряем наших детей. Для ребят, для некоторых, это доказательство того, что я сильный, я герой, я смогу справиться. Как правило, этому могут быть подвержены ребята, внушаемые, с низкой самооценкой, ведомые ребята, кому трудно сказать нет, кого можно легко взять на слабо. Либо, наоборот, ребята, которым очень важно испытывать острые ощущения, испытывать вот это чувство риска, адреналин. И поэтому родители, если они знают о таком поведении ребенка, важно позаботиться об этом и, может быть, куда-то определить там спортивную секцию, где они могут вот это вот чувство риска просто реализовать в более приемлемой для себя ситуации. Еще в группе риска могут быть ребята, у которых трудности в общении с родителями. В семье нет теплых доверительных отношений, родители могут не знать, с кем общаются ребята, где они проводят свое свободное время. И когда очень частые конфликты, крики, наказания, ребята могут понимать, что меня не любят, меня не принимают, я плохой. И иногда подростки говорят, вот я умру и тогда посмотрю, как вы обо мне заплачете, как вы обо мне будете переживать. И вот такие рискованные ситуации как раз могут подталкивать их к тому, чтобы совершить какие-то необдуманные поступки. Поскольку средства массовой информации очень много стали про это говорить, то у родителей, конечно, возникает паника. И здесь очень важно сохранять спокойствие, потому что многие дети на самом деле не знают про эти движения. И очень важно не спровоцировать лишний интерес. Если же родители беспокоятся, то есть смысл поговорить с ребенком очень тихонько, спокойно, без нагнетения обстановки. Ты знаешь, вот в новостях пришла такая-то информация. А что ты думаешь по этому поводу? А как ты думаешь, вот если такое может произойти в городе с кем-то, какие последствия могут быть для ребенка, для водителя, для друзей? Какие могут быть последствия для семьи? Рассказать родителям, своему ребенку, как они его любят, как они о нем беспокоятся, как они ему доверяют. И рассказать о том, какие качества ценят они в своем ребенке, чтобы ребенок знал, да, меня любят, со мной все в порядке. Семья – это то, что для меня важно. Жизнь – это то, что для меня важно. Иногда тихие, спокойные дети, они не доставляют неудобства родителям. И очень комфортно, когда ребенок послушный, спокойный, и вроде бы никуда особо не ходит, ни с кем особо не встречается, не гуляет, а сидит дома и все хорошо. На самом деле, если ребенок не проявляет чувства, если он ни с кем не общается, если он не разговаривает с родителями по душам, это тоже должно вызывать настороженность и напряжение, потому что в душе может происходить все, что угодно. В любом случае важно с ребенком говорить, говорить по душам, и очень важно с ним проводить время. Потому что очень многие те же самые дети говорят. «Я не буду сидеть со компьютером, я не буду сидеть переписываться очень долго, если мои родители будут вместе со мной проводить время». Ходить на горки, гулять на стольные игры, просто разговаривать по душам, рассказывать о том, что с ними происходило в детстве, рассказывать о том, как прошел у них день, спрашивать у меня совета какого-то. Просто выслушивать меня. И тогда я готов разговаривать с родителями, и я готов проводить с ними свое время. Мне это важно. Поэтому если мы что-то запрещаем и ограничиваем, важно найти альтернативу этого свободного времени.